Крепкое здоровье и хорошая физическая подготовка – вот главные положительные стороны занятий плавания. Теперь абсолютно бесплатно они доступны воспитанникам детского сада номер 37 посёлка Горняк. 14 июня в учебном заведении официально заработал бассейн. Ручки вперёд! Ручки вместе делаем! Вместе! Вот так! Давно у нас бассейна не было, мы научимся всегда! У детского сада номер 37 символичное название – «Золотая рыбка». Благодаря занятиям плаванием ребята будут чувствовать себя в воде так же уверенно, как и эти морские животные. Тренироваться в бассейне будут дети с 4 лет. Для каждой учебной группы предусмотрено по два занятия в неделю. А тренировкой ребят займётся профессиональный инструктор по плаванию Галина Иванова. Упражнение начнём с АЗОВ. Будем осваивать технику плавания, потому что бассейн очень давно не работал. Дети ещё ничего не знают и не умеют, поэтому начнём с самого начала, с игр на воде. К слову, бассейн для учебного заведения не новинка. В 1991 году, когда был открыт детский сад, в нём работали бассейн, сауна и тренажёрный зал. Но в 2008-м их пришлось закрыть. В 2008 году была проведена реконструкция основного здания бассейна. Были частично реконструированы комнаты, снесён тренажёрный зал, сауна. Бассейн пришёл в упадок. Плитки и стены были непригодны для функционирования бассейна. В течение нескольких лет мы обращались в различные инстанции за поддержку ремонта бассейна. За восстановление бассейна взялись в 2016-м. Для этого было потрачено около полутора миллионов рублей. На эти средства помимо реконструкции самого бассейна были установлены приборы для очистки, дозирования и подогрева воды. Ремонт проводился в рамках государственной программы. Это не разовое мероприятие, это целенаправленная политика, политика президента Российской Федерации, указы которого мы сегодня реализуем в жизни. И это будет продолжаться всё время, долговечно, потому что у нас нет более важной задачи, чтобы готовить будущее России. А будущее России плавает сегодня в этой бассейне. Ремонт бассейна в детском саду номер 37 стал возможен благодаря совместным усилиям работников детского сада, родителей и депутатов. Мы видели вот эти искренние мордашки ребятишек, когда они плавали, купались. В нашей погоде это, наверное, особенно актуально, потому что не всегда нас леток, к сожалению, плавает. А у них такая возможность будет в течение всего года. Работа над восстановлением бассейна заняла около года. Важно отметить, что на его установку были потрачены не все выделенные средства. Остаток планируют использовать для дальнейшего ремонта детского сада. Рационально, используя деньги, мы на конкурсных мероприятиях сэкономили порядка 150 тысяч. И за счёт этих же денег сейчас отремонтируется кровля в этом же детском саду, на хустблоке, который, по-моему, с 11 блока течёт, протекает и находится в аварийном состоянии. Так что из одной шкурки мы можем шить и две, и три шапки. Также в ближайшее время планируется отремонтировать дорогу на подъезде к детскому саду.